Ресурсный молодежный центр Это и работа с проекторами по воспитательной работе Но, наверное, с учетом специфики нашего сегодня разговора Вам будет более интересно связано с международной деятельностью Первое и, на мой взгляд, достаточно важное направление Это работа с соотечественниками, проживающих за рубежом В 2014 году тогдашний руководитель Федерального агентства Сергей Валерьевич Поспело Выступил с инициативой на правительственной комиссии по делам соотечественникам О создании межведомственного совета по делам молодежи, соотечественников, проживающих за рубежом Сергей Викторович Лавров данную идею поддержал И был создан этот межведомственный совет Председателем которого был руководитель Федерального агентства по делам молодежи А ответственный секретариат был приложен на функции ресурсного молодежного центра На сегодняшнем этапе развития наша основная задача Это взаимодействие с нашими соотечественниками Это возможность давать им определенного рода консультации Приглашать их на наши мероприятия, участвовать в их мероприятиях Но и самое, конечно, главное Это формирование и работа автоматизированной информационной системы молодой соотечественник Которая в прошлом году на форуме Евразии начала работать по всему миру Параллельно с этим у нас есть еще один проект по международной линии Это наш форум Евразия Глобал В этом году уже будет 6 лет, как мы его проводим Он проводится с 2016 года В 2017 году он проходил на базе фестиваля молодежи и студентов А так, постоянное его место жительства – это город Оренбург На территории форума тоже есть отдельное место, которое отведено для наших соотечественников Каждый год порядка 100 ребят приезжают на этот форум У них есть своя отдельная площадка Они общаются с другими коллегами, как из России, так и из других стран Но, конечно, вот тот форум, где мы сейчас с вами находимся Форум соотечественников, как он раньше назывался, 2020 Но ввиду пандемии стал 2021 Такая площадка для наших соотечественников, она более близка Она более интересна, потому что одно дело, когда ты являешься частью большого механизма А другое дело, когда ты являешься большим механизмом А с учетом того, что в 2021 году, как вы знаете, в октябре будет проходить всемирный конгресс То наша основная задача сейчас – поработать с нашими ребятами Чтобы мы могли на этом конгрессе предложить какие-то интересные новые идеи Новые проекты, новый формат общения, который необходим для того, чтобы наши соотечественники понимали, что они нужны России И Россия нужна им